Открытая студия Дмитрий Борисович Аверкин Дмитрий Борисович 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 ущерб. Ну, про прошлый год мы отдельно хотели бы с вами, так сказать, полноценно и плотно пообщаться, но если взять по верхам, что грозит нарушителям? За само нарушение правил пожарной безопасности, естественно, если нарушение правил пожарной безопасности совершено вне пределов пожароопасного сезона, это предупреждение. Если уже во время пожароопасного сезона и окружающей среде привлечен какой-то вред, даже если после разведения кастрак, там подстилка нарушена, это уже штраф от полторы тысячи рублей. И максимально, естественно, ответственность предусмотрена административно-законодательством до миллиона рублей, а если получились жертвы то есть пострадали люди или имущество? Да, люди, имущество, да, большое, то это уже уголовная ответственность, 261 статью уголовного кодекса предусмотрена, там вплоть до 6 лет лишения свободы. Все серьезно. Скажите, а для тех, кто не планировал никогда хулиганить и сейчас забеспокоиться о том, что как бы не совершить чего-то неправомерного и уже есть какое-то перечень ограничений, которые после начала пожароопасного сезона вступили в силу на территорию Мурманской области? Да, это опять же разведение костров. Разведение костров запрещено на всей территории Мурманской области, в лесах на всей территории. Будь это то земля лесного фонда, там зельхозное значение, где произрастает лес, разведение костров запрещено, кроме установленных мест. То есть, вот эти вот отмазки в стиле, вы знаете, я там уже каждый год в семье езжу на такую-то полянку и присмотрел на нас за седьмым ручьем, слева от камня, там абсолютно безопасно, рядом нет деревьев. Такое не работает. Если это неофициально установленная зона, где допустимо отдыхать и разводить костер, то все это уже является правонарушением. Да, это правонарушение будет виновное лицо, привлечено к административной ответственности. Тем более мы сейчас к своим рейдовым мероприятиям привлекаем общественников. Общественность это общественные инспектора, либо просто граждане, они у нас будут выступать как свидетеля. То есть, это лица не заинтересованные, и в принципе нам сейчас большую помощь они окажут. Очень любопытно. Эти граждане, которые не заинтересованы, не работники каких-то органов или правовых систем, это своего рода, если попросить у нас такое каламбурное обозначение, это лесная дружина? Можно сказать, да. У нас с этого года мы начали выдавать удостоверение общественным инспекторам по охране окружающей среды. Есть первые уже результаты. По экологическому надзору, это по свалкам уже есть три правонарушения выявлены с привлечением общественных инспекторов. Сегодня нам на нашу горячую линию МПР поступило сообщение о возможных противоправных действиях наземных лесного фонда вблизи ООПТ Симбазёрский. И вот у нас туда выйдет группа, в том числе, наверное, скорее всего, что привлечение общественных инспекторов. Потому что сообщение поступило от общественного инспектора. Скажите, пожалуйста, а как давно пришли к реализации подобной задумки? Насколько мне было известно всегда, не то, что была такая позиция, а представление у человека в голове, вот я, допустим, как сам не сопряженный с какими-то правовыми структурами, я знаю, что лучше не лезть, там сами разберутся, и вчера инициатива со стороны как бы никому и не сдалась. Ну так казалось бы. Сейчас, то есть, инициатива поддерживается? Да, сейчас поддерживается. Это вот с этого года или несколько лет практика? Нет, это дело в том, что всё новое, это хорошо забытое старое. Институт общественных инспекторов, например, охраны леса, он действовал ещё с 70-х годов. И вот в эпоху перестройки, он канул в лету. Мы сейчас это всё восстанавливаем. Так же, как и восстанавливаем сеть школьных лесничеств. Даже так? Да, да, да. У нас раньше, в принципе, при каждом лесничестве, а их было больше 26, было своё школьное лесничество. Представляете, сколько было глаз и уш, которые сообщали о всех... Это до развития интернета и соцсетей, это своего рода вот она, там точка, здесь точка, всё узнавалось быстрее. Так что мы сейчас к этому обратно приходим, причём получаем поддержку как правительства Морганской области, так и правительства Российской Федерации. А скажите, пожалуйста, а вот ваше мнение, а как вы относитесь, раз уж просто мы заговорили про инициативных людей к добровольным пожарным дружинам, так называемым, в прошлом году, потому что, насколько мне известно, активисты уже были такие, они даже пытались вроде как предпринимать участие в определённой локализации конфликтов, и, как кажется, никто не был в восторге от их участия. Дело в том, что мы, во-первых, я хочу выразить большую признательность вот этим помощникам добровольным, но, по моему мнению, огонь в лесу, как и любой огонь, должны тушить профессионалы. Активисты должны, да, организовать это всё, то есть сообщить немедленно, организовать эвакуацию людей, имущества так какого-то ценного, но самое главное, чтобы они сами не пострадали при тушении этих лесных пожаров, природных пожаров. Вот, насколько мне известно, я присутствовал на одной встрече с представителями МЧС, и когда затрагивалась тема лесных пожаров, это, правда, был зимний период, обозначали один очень важный момент, насколько бы вы не были в хорошей физической форме и подкованы с точки зрения базы сознания относительно пожаротушения, а лесной пожар категорически перпендикулярен, очень сильно отличается по системе локализации, по обращению с нему от пожара, который происходит на территории города. Естественно, дело в том, что у нас природа непредсказуемая, может поменяться ветер, и от пожара могут погибнуть люди, то есть он может... Вообще пожар идёт со скоростью, наверное, лавины, там бывает достигает и 50, и 100 км в час, а если он перерастает в верховую, от него не спастись вообще ничего, очень много людей гибнет. Вы посмотрите пример тех же Соединённых Штатов Америки, Калифорния, где там погибло больше сотни людей, а домов сгорело под 100 тысяч. Да, это ужасающие цифры, и масштаб сложно себе представительный. И слава богу, что даже при том, что у нас в прошлом году вводилось ЧАЭС, у нас ни один человек на пожарах не пострадал, и нигде ничего не сгорело, ни одна дача, ни один дом. Именно от лесных пожаров, я не буду говорить за остальные там природные, за пожаронаселённых пунктов, которые, в принципе, не секрет, что от сельхозплавов вот этих, от поджогов травы возгораются дома дачные. Вот в этом году пожар был в Коропте, там сгорело несколько дачных домиков, вот, и сейчас органы дознания МЧС расследуют причины, и что было. Это, полагаю, довольно часто случается даже не по злому умуслу, а исключительно от халатности и неосторожности, когда человек не до конца понимает природу огня и банальные какие-то законы физики, то есть его передвижение в зависимости от скорости ветра, от погодных условий, от давления атмосферы и прочего прочего. Да-да-да, дело в том, что вот в лесной науке существует свой подраздел, это лесная пирология, то есть это наука лесных пожаров, вот, и чтобы её изучить, даже в институтах это 2-3 года студенты проходят. Вот поэтому я и поднял тему добровольных пожарных дружин, потому что, насколько мне известно, и даже профессиональный сотрудник пожарной службы, который не проходил спецподготовку именно по локализации огня на территории леса или какого-то лесного участка, он может даже не справиться с такой ситуацией, потому что требуется абсолютно другое направление знаний. Навыки, да, у нас существует, вот, например, в подвижностном учреждении свой штат десантников, пожарных инструкторов, вот, это немного, это не сравните с доперестроечными временами, когда тушением лесных пожаров, как занимались 120 человек северо-западного авиазвена, 8 воздушных судов, но я не буду перечислять, но очень много, а сейчас у нас всего 60 человек боевых единиц, вот они тушат лесные пожары не только на землях лесного фонда, но ещё и на землях опыта федерального значения, и если земли лесного фонда не горят, а горят там природной территорией, там применяются они. Скажите, пожалуйста, а штат планируют расширять, или в этом есть определенные сложности, там, финансовые или юридические? Да, финансовые сложности, конечно, есть, потому что мы исполняем переданные полномочия, земли лесного фонда принадлежат Российской Федерации, и нам переданы субъектам Российской Федерации с 6-го года, с 7-го года. Именно эти полномочия по организации, осуществлению охраны и обеспечению пожарной безопасности на земли лесного фонда. И мы на эти деньги, Муронская область получает деньги, и только в пределах этого финансирования мы можем тратить деньги. То есть, я правильно понимаю, штат будет расширен только при поступлении федерального указа сверху? Конечно, да. Будет финансов, мы запрашиваем, да, и тех денег, которые нам поступают, нам, конечно, катастрофически не хватает. Например, даже сейчас, если самые такие грубые подсчёты, нам того финансирования, которые выделяет Российская Федерация, хватает на малую горимость. Если повторится ситуация, например, прошлогодняя, нам денег хватит, ну, может, до июня там. Вообще-то довольно тревожно эта новость звучит. Мы надеемся на лучшее, конечно. Мы все надеемся на лучшее, особенно при условии, что в прошлом году силами ваших действий не пострадал ни один человек, что вообще замечательно, какая была ситуация. Но, как я и говорил подробнее про прошлый год и что нас ждёт в этом, мы с вами пообщаемся уже во второй половине программы. Дорогие друзья, напомню, что в гостях у нас начальник управления контрольно-надзорной деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Борисович Аверки. Свидаться с нами можно по номеру телефона 99 45 45 на случай, если у вас есть вопрос к нашему спикеру или комментарий по обозначенной теме. Также мессенджеры Телеграм, Вайбер и Ватсап активны и привязаны к номеру плюс 7 921 708 20 06 У пожароопасном сезоне в Мурманской области 2019-го и на срезе примеров 2018-го года сегодня в открытой студии. Не переключайте свой телеканал. Продолжает своё вещание открытая студия совместный проект радиорекорта телеканала Арктик ТВ. Меня зовут Николай Дукмас. В гостях у нас начальник управления контрольно-надзорной деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Борисович Аверки. В первой половине программы мы уже успели пройтись по многочисленным нюансам и моментам связанным с пожароопасным сезоном в Мурманской области и в качестве такой, скажем грубо говоря затравки на вторую половину программы очень любопытно было обсудить нюансы связанные именно с прошлым сезоном. Многие говорят без остановки и это прям стало таким клеймом 2018-го года что в нашу область пришло аномальное лето. И если для тех людей кто не имеет счастья и возможности выехать в отпуск это было лето замечательным что ни в день то отдых позагорать кушать шашлычки в этом духе то с точки зрения именно пожароопасных ситуаций год был прям тяжелый. В прошлом половине программы упомянули что всего за пожароопасный период 2018-го года только на землях лесного фонда было зафиксировано 165 возгораний и год был рекордно жарким по температуре воздуха соответственно. Ожидается ли подобная ситуация в этом году? На ближайшее время мы конечно этого не ожидаем. Долгосрочный прогноз который нам передала еще в феврале центральная база авиационной охраны лесов прогнозирует у нас повышение выше среднего температуры на август месяц. Опять же мы сами считаем что будет повышение именно случаев регистрации пожаров потому что начнется грибной ягодный сезон. Как показывает практика первые лесные пожары возникают в мае июне середине июля на берегу водных объектов и основная причина это опять же население это рыбаки которые оставляют свои костры на берегу водных водоемов уходят сами на рыбалку или ложатся спать и потом происходят эти возгорания. То есть как бы философски это не звучало но по большей части пока человек не касается природы природа не страдает. Да единственное что в прошлом году конечно у нас были вот эти сухие грозы например на расстоянии там 50-100 километров была череда таких возгораний это было как на вспышками да при попадании молнии это было вдоль панноя вот такая ситуация была и вдоль государственной границы с республикой Финляндии это в районе Локорки там тоже 5 пожаров было именно от молнии вот это природный фактор большинство жилистных пожаров конечно возникает из-за нарушения правил пожарной безопасности и здесь антропогенный фактор чуть-чуть чуть-чуть если затронем еще 18-й год я успел вас немножко полюбопытствовать за эфиром чтобы я сейчас объясняю нашим радиослушателям чтобы поняли откуда многие вопросы растут что 165 пожаров именно мы уточнили именно на землях лесного фонда то есть по итогу их было значительно больше поначалу возникали определенные трудности да дело в том что пожары как были и на землях обороны так и на землях ООПТ это особо охраняемая природная территория федерального значения Лапландский заповедник и опять же сотрудники Мурманской авиационной базы охраны лесов принимали тушение принимали участие в тушении этих пожаров так как на сети этих заповедников которые расположены на территории Мурманской области нет своих специализированных сил и средств пожаротушения мы в очередной раз упираемся в стену из вопросов и недоумений просто о том что не хватает людей неужели если все эти все возможности которые появляются все сферы которые развиваются идут с подачи в федеральных старшего большого брата как это говорится в народе нет возможности достучаться до них определить точнее попросить пересмотреть определенные вопросы дело в том что федеральным органам государственной власти сейчас пересмотрена пересмотрена та же методика перераспределение субвенции с федерального бюджета вот и мы ожидаем что уже со следующего года жаль конечно что не в этом году финансирование объем финансирования увеличится слава богу что в этом году нам своевременно доведены эти деньги вот в полном объеме в принципе выделены деньги на мониторинг авиационный мониторинг лесов у нас будет патрулировать цесна и сейчас уже она патрулирует самолетик это как раз к моему следующему вопросу очень любопытно потом узнать каким образом вообще определяется появление пожара у вас есть воздушная патруль да у нас есть воздушное патрулирование и при определенном классе пожарной опасности шкала варьируется от первого до пятого класса пожарной опасности у нас естественно красность патрулирования возрастает и при четвертом и пятом классе мы патрулируем два раза в сутки вот пускаем как вертолет Ми-2 с двумя десантниками на борту чтобы при обнаружении того же маленького лесного пожара моментально локализовать на месте то есть до гектара два эти десантника справятся если конечно больше гектара то там больше силы и средства и самолет цесна-2 который летает тоже по маршрутам патрулирования он вообще пять часов может в воздухе зависать вот так же как и старенький наш Ан-2 который сейчас к сожалению не эксплуатируется на территории Муранской области там вообще было проще он на семь часов мог зависать в воздухе и летать по маршрутам по установленным вы сказали что уровень угрозы определяется по шкале от одного до пяти то есть один такой небольшой пророктор могут локализовать два десантника и чем нет это уровень класс пожарной опасности например я хотел определить потому что чтобы никто не запутался речь идет не о масштабе пожара а о степени тревоги как возможность его появления а вот я к чему на все это веду в 2018 году мы доходили до пятого конечно у нас практически 20 дней был пятый класс пожарной опасности на территории всей области то есть такого не было сколько 30 лет я работаю в лесном хозяйстве из них 20 лет занимался именно организацией тушения лесных пожаров сейчас немножко отошел на контроль надзорную деятельность вот и такой ситуации похож был 97 год да мы начали гореть тогда с июня вместе закончили в августе вот было 555 по моему пожаров на территории Моронского власти вот сейчас народ сознательнее все-таки и больше используют газовые горелки но есть еще несознательные люди которые разводят костры и все остальное делают нехорошее в лесу искренне надеемся что прошлый год стал назидательным примером для всех любителей поджарить мясо где-нибудь на живописном краю и до такого уровня угроз мы точно не дойдем у нас есть вопрос от опять же сознательного радиослушателя вылетели зрители я уже не знаю кто написал куда можно позвонить если заметил лесной пожар спрашивает нас Андрей дело в том что вот если он сознательный гражданин сразу же может открыть вкладочку сайта министерства природных ресурсов и там все телефончики есть есть телефон единой горячей линии у меня у меня есть распечатка вот этой вкладочки значит номер телефона 8800 194 2 0 правильно это горячая линия тем более сейчас все такие очень продвинутые вот на сайте министерства есть вкладочка для скачивания мобильного приложения а каждый телефон сейчас несет может нести от 50 до 100 приложений и в принципе о любом правонарушении которое вами обнаруживается в лесу можно сообщить как на телефон нашей единой диспетчерской службы так и сразу же напрямую сотрудникам министерства любопытно все абсолютно все переходят на приложение хочется сказать давно пора возить руки к небесам сказать ну наконец-то человек же современный 80% дня своего канала бодрствует практически не выпускает мобильник из рук смартфон причем речь идет и по работе и по развлечению активно ли действует эта линия я имею ввиду действительно люди видят и сразу ищут возможность дозвониться сразу сразу набирают номер вот как показывает практика по экологическим правонарушениям например в прошлом году у нас количество обращений выросло в три раза в три раза да по количеству нарушений в лесу которых конечно не такое большое количество но вот например сегодня с утра пришло сообщение нашего общественного общественника с Манчегорска что он обнаружил хозяйственный субъект который осуществляет по его мнению незаконную деятельность наземных лесного фонда вблизи заказника регионального значения Симбазерский мы туда уже сразу же направили группу людей то есть это работники лесничества и поедут еще присоединятся к ним работники дирекции ОПТ я думаю сегодня мы уже выясним законно незаконно но во всяком случае у нас пока по моему документации в министерстве никакой нет на право проведения там работы любопытно вообще очень очень хорошо что точнее как сказать правильно свою мысль донести плохо что случается какой-то тяжелый прецедент прежде чем люди становятся более сознательно подходить к кому-то вопросу но хорошо что выносят исключительно правильный и позитивный опыт оттуда прежде чем прошлый год показал что природа может с нами и в Мурманской области на севере казалось бы самым северным для нас и подшучивать и потрунивать и делать нам всякие неприятные выпады со своей стороны но опять же народ действительно стал самосознательный будет здорово если этот летний сезон пройдет значительно лучше у нас осталось буквально 30 секунд полминутки до завершения программы я хочу напомнить всем и каждому что в гостях у нас сегодня был начальник управления контрольно-надзорной деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Борисович Аверки и о том что пожароопасный сезон в Мурманской области уже объявлен открытым поэтому дорогие друзья не отдыхайте конечно на здоровье ищите возможность выбраться из плена рабочих будней но будьте сознательны по отношению к природе и к самосохранению в первую очередь вас мы благодарим за то что прибыли к нам сегодня на эфир и подробно рассказали о тематике спасибо вам большое спасибо вам приглашайте еще с огромным удовольствием всем всего доброго открытая студия завершена открытая студия спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!